День 1683, Алекс на связи. Конечно, экосистема Яндекса, она, наверное, самая интересная у нас по сравнению с другими. Потому что у нас другие системы особо и недоступны, и их устройство тоже очень сложно купить. Но Яндекс, он даже в этом случае не стоит на месте, там развивает, и это, конечно, очень хорошо. То есть я уже постоянно наблюдаю, прошел весь путь, когда Яндекс вообще ничего не умел. Там не было даже никакого умного дома, а были просто навыки у Яндекса, которые можно было использовать для управления очень непростым способом. Но, конечно, сейчас уже появился умный дом, и появляются новые устройства. И в самом доме, и в продаже, соответственно, там умные колонки становятся более умными. И уже там сначала, конечно, было, что Wi-Fi устройство подключили к экосистеме. Понятно, что их проще подключать к облаку, то есть они напрямую обращаются к облаку, и там уже не надо какие-то локальные колонки покупать или шлюзы. Это, конечно, тоже на первых порах удобнее. Но поскольку облако, оно работает не всегда стабильно, и, как показала практика, вообще может быть там заблокировано. А когда начали делать, допустим, уже в Яндекс.Станции вторую, устроили ZigBee Hub, и начали подключать устройства, причем не Wi-Fi, это были Туя устройства, а сейчас для ZigBee это в основном Акара устройство, ну, по сути, Xiaomi. То, конечно, там позволило нормально подключать по ZigBee к этой колонке эти ZigBee устройства разные, и там список, он постоянно расширяется, и, конечно, уже можно будет там полноценно без покупки дополнительных шлюзов фирменных, просто используя эту колонку Яндекса, делать уже какие-то сценарии для умного дома. Конечно, там в экосистеме не очень удобно программировать, и было бы неплохо, если бы там была какая-нибудь разработана открытая платформа для настройки и программирования экосистемы в экосистеме Яндекса, но ее сейчас нет, и поэтому сценарий приходится писать только через приложение. Конечно, сейчас отдельным приложением это тоже стало поудобнее, чем раньше было, просто через там браузер заходить и в нем там искать эту вкладку с умным домом. То есть это, конечно, дает больше возможностей отдельное приложение, и в нем там уже и камеры можно просматривать дополнительно сделали, и, конечно, там сама структура, она уже более там развитая, то есть там есть отдельные комнаты, есть отдельные там группы устройств, и в устройствах разные дополнительные параметры доступные, и там интерфейсы для управления, то есть это, конечно, гораздо удобнее. И когда, в принципе, сейчас Яндекс тоже выпустил обновление, то есть они добавили в колонку Яндекс.Макс тоже ZigBee шлюз встроили, и еще и выпустили Яндекс.Хаб, который тоже позволяет к себе подключать ZigBee устройства. И вроде как бы вот оно счастье, можно бежать, покупать эти устройства, и все будет работать. Но, скорее всего, нет. То есть, хоть и заявляется там локальная работа в некоторых сценариях, и все равно экосистема еще не полностью там закончена. И все-таки без каких-то open-source решений, там, своих локальных серверов полноценно сделать там нормальное управление домом, причем там с возможностью и копирования всех этих данных, и там возможности писать там сложный сценарий, и там делать какие-то интеграции более хитрые, а не только то, что умеет сама экосистема Яндекса. Для этого, конечно, нужен будет отдельный сервер, и поэтому все эти встроенные ZigBee устройства, шлюзы, и отдельные ZigBee шлюзы от Яндекса, они, конечно, не очень полезны, и там нет большого смысла их, конечно, приобретать. То есть, для первой пробы можно, там, если есть колонка, и так мне казалось, что есть ZigBee шлюз, можно попробовать там что-то настроить, какие-то сценарии простейшие сделать, но все равно, плюс, конечно, в том, что если переходить потом на open-source решение, допустим, купить микрокомпьютер какой-нибудь, там, Raspberry или Orange, или там специальный шлюз open-source купить, который позволяет тоже подключать, и там, по сути, установлена та же самая система у него дома, как и Home Assistant, то все эти датчики, которые работают по ZigBee, они, конечно, будут, будет возможность их туда переподключить. То есть, в этом плане, конечно, ничего не потеряется, никакие датчики не пропадут. То есть, это, есть еще, допустим, формат Z-Wave, он не совместим с ZigBee, и вообще там, по сути, закрытая экосистема. И, конечно, если, допустим, Яндекс пошел бы по этому пути, там, начал интегрироваться с какой-то другой экосистемой такой, то тогда тут под вопросом, да, то есть, что останется, что победит, какой формат, и, соответственно, там, будет сложно выбрать, и нужно будет что-нибудь выкинуть, мне нужно устройство, или продавать по дешевке. То с ZigBee устройствами, конечно, он уже там практически победил, можно сказать. Конечно, есть у него свои проблемы, не очень надежен, не очень хорошая совместимость, причем логическая в большей части, то есть, даже если устройство подключилось, это не значит, что оно будет работать так, как оно должно работать. И, допустим, два датчика двух разных производителей, они хоть и похожи, датчик температуры и влажности и тот, и другой, но у них там разные параметры и разные данные, и нужно будет для каждого конкретного устройства писать специальный драйвер, который будет преобразовывать информацию этого датчика в нужные форматы конкретной системы Много дома. Конечно, это пишут, это все там тоже через интернет подтягивается, но, опять же, пока это все поддерживается, пока это все развивает, это все живет. В какой-то момент времени может там по разным причинам учиться, что могут исходники этой опенсорс-системы тоже быть недоступны, она хоть и опенсорс-то, но не значит, что кто-то за бесплатно будет вечно поддерживать ее. То есть, в какой-то момент времени энтузиаст, который в основном продвигает эту систему, он может просто перестать ее развивать, а другие энтузиасты, они могут и не найтись. И тогда эта система тоже остановится в своем развитии. То есть, таких экосистем очень много было, систем Много дома, которые постепенно там что-то отставали, у них что-то было там недоработано, какие-то датчики они не могли, или устройства обрабатывать, интеграции какие-то, тоже они там не до конца были актуальны. И, например, даже сейчас там периодически там Home Assistant, он зависит все равно от, при интеграции, допустим, ZigBee, TomQTT, встроенный там модуль интеграции, ZigBee, там, ZH, он не очень быстро развивается. И, конечно, если там ZigBee, TomQTT, в какой-то момент что-нибудь перестанет развиваться, то эти датчики тоже непонятно, каким образом подключить. То есть, здесь есть ограничения. И, например, у меня есть датчик там Acara FP1, это датчик присутствия. В последней версии, там, ZigBee, TomQTT, он по какой-то причине у меня вообще не работает никак. То есть, мне пришлось вернуться на старую версию, и только в старой версии он хоть что-то там передает. И тоже неполноценная интеграция получается, он не все данные передает, не полностью обрабатывается вся информация с этого датчика. То есть, сам датчик, он более продвинутый, он там по зонам умеет в фирменном приложении показывать. То есть, там всю площадь он может разделить на зоны и управлять. То в ZigBee, TomQTT, конечно, такого нет, и он такого не может делать. И когда-нибудь он появится, он заявлено, что вроде разобрались с протоколом, но этот протокол, он не стандартизован, и, соответственно, то есть, он сейчас там работает кривой, и в текущем момент вообще не работает. То есть, и такое может происходить с чем угодно, поэтому, да, в Яндексе, которые устройства они продают простейшие, они, конечно, все там подключаются, но более сложное устройство, например, взять тот же датчик присутствия, он туда не подключится, потому что никто драйвер для него не напишет. И в этом плане тоже большие ограничения, и думать, что там Яндекс наконец-то решит все проблемы. Нет, такого не будет. Пока все-таки это коммерческий продукт, и он больше ориентирован на то, чтобы зарабатывать деньги и там обеспечить большее количество людей там какими-то минимальными возможностями, которые им нужны сейчас по умному дому. То есть, не всем надо там, чтобы какой-нибудь датчик присутствия был и там обрабатывал по зонам хитрый сценарий взаимодействия. Поэтому проще, конечно, если это датчики Zigbee, допустим, Acara используются, то даже, наверное, лучше просто купить шлюз Acara и там к нему подключить все эти датчики, и они точно все будут там работать, и датчик присутствия будет работать, и многие другие датчики Xiaomi будут работать, и то, что Xiaomi сама там интегрирует очень много там и Lite, например, устройства, или там Philips, еще какие-то, икея. То есть, в принципе, они все будут там полноценно работать, и поэтому, конечно, там гораздо тоже интереснее. И, в принципе, с точки зрения написания сценариев, в Xiaomi там не сильно хуже приложения, но там также, если это Acara, она еще и добавляется в Apple HomeKit, и тогда там можно тоже разрабатывать. В принципе, неплохие сценарии писать, и интерфейс там тоже для управления системой Новодома, он довольно такой развитый, и там многим нравится, и там многие привыкли к такому формату работы. Поэтому не обязательно, что там нужна именно колонка Яндекса, Zigbee шлюзом, то есть, можно потом просто обратно интегрировать эту систему через облако с Яндексом, туда можно будет какими-то основными устройствами тоже там управлять, включать, выключать или смотреть их. Ну и, конечно, рано или поздно все равно там сейчас все думают про формат Matter, чтобы на уровне уже логическом как-то эти все устройства работали единообразно, могли интегрироваться и правильно там передавать всю информацию о своих там параметрах. Но пока это совсем там идея сырая, она там не работает, и даже Яндекс тоже обещает поддержку Matter, но когда она появится, неизвестно. Но вроде как технически все устройства Zigbee, они тоже там может быть обновлена прошивка, ну и, в принципе, они тоже будут обратно совместимы с Matter, то есть, можно будет уже там ими тоже управлять. Но на ближайшее время все-таки, я думаю, что это Zigbee формат, он вполне хорош, со своими минусами, со своими проблемами. Например, мне даже в некоторых случаях вообще больше нравится просто работать по передаче по радио-частоте там 433 МГц, потому что она работает надежно, то есть, никаких там отвалов от шлюзов или переподключения к какому-то шлюзу, не надо ничего делать, просто если оно там появилось в зоне действия, то все, информация передается, все принимается. Понятно, он не защищен там определенно сильно, то есть, у него нет обратной связи, но и этот формат, он тоже очень полезен, и гораздо проще, если выключатель, работающий по этой частоте, или там пульт, то его просто берешь, и он фактически начинает управлять. Можно купить другой, если это сломался, и тоже все будет работать. То есть, у каждого формата у него свои плюсы, там способы связи. Ну и поэтому, конечно, там есть еще и Bluetooth, и Меттер, он там пытается это все вместе связать, объединить, и сделать очень простую возможность там настройки и подключения разным экосистемам, но пока это еще сырая технология, и, конечно, нужно будет умный дом развивать какими-то другими способами.